здравствуй дружи болт с вами а вы заглянули в уголок moto nexus сегодня у нас на тест-драйве бмв f650 gs бмв ф650 гс 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 бмв потому что самого начала его производства с 93 года мотоцикл в принципе не олицетворяет ничего что внедряло бмв за всю свою мотоисторию потому что здесь нету не теле левера не пара левера нету каких-то двигательных наработок которые ну тогда внедряли бмв сейчас до сих про внедряют это целиком заимствованные у компании rotx мотор 1 стволка 650 кубов мощностью примерно в 50 лошадиных сил классическая вилка передняя задняя регулируемая спецованные колеса конкретно в этой модели были также с 2000-х годов в версии cs cs это чисто городские с маленькими ходами подвески уже на литых дисках но тот же однопоршневой один тормозной диск на одной стороне и двухпоршневые тормоза brembo как с абс так и без абс вообще история f650 довольно обширная и начиная с 93 года было порядка 20 моделей которые выпускались там разные модификации разные классы вообще мотоцикла изначально мотоцикл бмв планировался как мотоцикл для начинающих людей которые не до конца определились в своей дальнейшей мото индустрии куда они хотят пойти либо в эндуро либо в кросс либо в какой-то туризм и в принципе этот мотоцикл охватывает все аспекты вот этих вот направлений да конечно от какого-то маломальского спорта здесь ничего нету ибо 50 лошадей и 1 стволка но тем не менее все остальное в принципе в нем почувствуете покатавшись какое-то время вы поймете в какую сторону вам дальше двигаться в этом мотоцикл до идеальный самая большая конечно проблема частности вот этого мотора ротор ротоксовского он нихрена не едет много отзывов читал от пользователей от любителей этой марки то что действительно мотоцикл очень вял и не хватает мощности конечно это может быть чисто субъективно ну исходя из опыта человек когда уже катается на мотоцикле любая скорость приедается и даже там 250 километров в час приедается и уже и уже становится мало но тем не менее из основных болячек у этой модели у ранних моделей до 2003 года в частности самая большая болячка несмотря на то что это такой вроде как эндуро стиль должен быть мощный выносливый довольно часто вот в этом месте прям вырывала вот так вот ось вместе с корнем от вилки просто колесо улетала к ебеням с 2003 года эту болезнь исправили но тем не менее осадочек остался также следить нужно за помпой охлаждающей жидкости есть такой момент что со временем особенно после зимовок когда заводишь мотоцикл из-под крышки начинает течь течь не слабая но это первый признак того что сальник у вас подошел к концу также если это во время не вылечить также благополучно подойдет к концу крыльчатка и вы уже попадете на совсем другие бабки поэтому ну основ каких-то таких из ряда вон выходящих болезни здесь нету самый обыкновенный мотор самая обыкновенная подвеска ничего сверхъестественного ну за исключением лишь я бы вот на месте бмв все-таки как-то реализовал системы теле левый репара левер потому что ну в большинстве своем общаясь с людьми которые ездят на тур эндуро техники выбор в пользу гуся например они обосновывали тем что вот это вот уникальная подвеска совершенно по-другому ощущается как в дороге так и в городе поэтому очень странно почему они не реализовали это потому что это было бы сильно выигрышно но тем не менее в европах и даже в той же самой америке есть большая масса публики которые ездят и предпочитает эту марку и ну честно людям нравятся люди кайфуют ездят по своим органам управления мотоцикл абсолютно аскетичен то есть я сегодня сам себе режиссер поэтому когда я сейчас гопошку одену на шлеме я расскажу по органу управления так в принципе с краткой истории мы закончили не буду рассказывать вам по годам там какие изменения игры было порядка 20 20 модификации этого мотоцикла с 2007 года в частности там он переименовался с f-серии в g так в x-серию по моему x 650 gs назывался потом с 2008 года они отказались от одноцилиндрового 650 ки поставили двухцилиндровые 8 800 q тоже x-серия в 2010 году эту x-серию опять похоронили вернули обратно и все короче там была такая перетрубация знает не разберешься просто так и них не хочу захламлять вашу голову я сам не разобрался в этом если хотите погулять и там ничего интересного на самом деле нет в принципе вот эти вот моторы ротор ротексовский они надежны надежны почему потому что они дефорсированы потому что они не валят не едут пишут люди что по факту из этого мотора можно высосать в среднем и ихняя мощность 75 лошадей то есть на 50 процентов больше чем мотор выдает сейчас и теоретически это мощность как-то но частности на американском сайте я посмотрел люди как-то высасывали эту мощность при не сильных манипуляций в россии у нас такого еще нету в принципе народу видимо достаточно этого но мотор способен на больше но в угоду его надежности он задушен ну вот и все давайте мы сейчас оденем шлем прокатимся я расскажу вам о своих ощущениях на дороге и расскажу про органы управления а сегодня я вам рекомендую ознакомиться и подписаться на канал интересного человечка вот давайте я вам покажу канал называется серк 09 и здесь также мотообзоры всякие советы мнение человека и в общем все 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 интересное том числе даже и ремонт поэтому пока болт изучает библию и монтирует очередной говно видос ты подпишись на канал все ссылки в описании кстати забыл сказать это же дакаровская серия у них тоже есть небольшие отличия ходы подвески чуть больше какая-то мелочевка если честно не вдавался в подробности но хозяин в частности знает все мелочи все аспекты этого дела еще особенность ротокс ротоксов ского мотора здесь маслобак находится сверху вот он здесь заливная горловина вот и там находится масло он плещется также из блока снизу она забирается и обратно сверху трубкой сюда выливается дальше подогрев ручек классика жанра от бмв здесь версия без абс здесь бы была кнопка выключения абс россып лампочек в принципе довольно интересная приборка ключик вот такого плана бмв ну классические положения блокировка и паркинг и зажигания в принципе ничего такого сверхъестественного пробег 53 983 но не сказать что сильно большой но достаточный уже пробег для того чтобы сказать что этот мотоцикл используется как туристический в большей части органы управления практически классические бмв за исключением того что все-таки поворотник здесь ну как на стандартных мотоциклах на бмв тех годов используется обычно слева практически как на хорлеях слева левый поворотник справа правый поворотник здесь все более-менее классически но где-то в бою было уже потеряно зеркало это не суть важно у этого мотоцикла очень высокий центр тяжести за счет этого не очень удобно коротким людям на нем ездить я вот со своим ростом сость 175 достаю до земли в стоячем положении только носочками но за счет этого когда ты едешь на каком-нибудь трассе какой-нибудь межгород тебе очень удобно потому что ноги практически не сгибаются то есть угол колена довольно маленькие практически 90 градусов и ноге стоять комфортно подножка довольно низко расположена но центр тяжести очень высоко слева точно также в принципе было бы очень комфортно на этом мотоцикле перемещаться куда-то в межгороде в частности вот этот мотоцикл приехал из так краснодар красноярск блин забыл короче далеко за три тысячи километров суда тоже такой мотопутешественник и вот предоставил мне его на тест за что ему большая благодарность ну давайте заводим к чести ротокса могу лишь сказать что вибрации абсолютно никакой нету то есть если ты на классическом гусе боксере например стоишь его во-первых колбасит влево вправо а когда газуешь его колбасит в правую сторону то этот абсолютно статичен абсолютно ну практически никакой вибрации нету учитывая то что это одна стволка в 650 кубов вибрация должна быть ё-моё а ее практически нет то есть но вот такая в в-образная двоечная скажем так вибрация по ее назвал ну давайте прокатимся посмотрим как он себя ощущает в городском потоке очень интересная особенность ротокс ротоксовской коробки когда ты переключаешься до первой скорости на классических коробках на классических коробках ты дальше вниз лапку не можешь продавить а тут она проваливается но проваливается в никуда куда-то там проваливается как будто копирный вал не может зацепить коронка не может зацепиться за копирный вал но на самом деле там ничего нету и так же такая же история с шестой передачей мотор крутится очень вяло вот вы видите 7 500 это уже отсечка и в принципе но это одностволка понятно поэтому а квикшифтинге можно просто забыть потому что он очень невнятный ну потому что собственно одностволка очень сложно передугадать передаточные числа для более-менее адекватного оперирования квикшифтингом это довольно сложно шевели с платва блять нихуя не едет какая-то странная какой-то странный ход ручки газа есть есть как будто как будто этот как будто какой-то холостой ход свободный ход но на самом деле нет он вот такой и упирается куда-то но можно дальше продавить и он она дальше крутится непонятно почему может где-то тросик задевает хотя вот при агрессивном щелканье допустим квикшифтиком он вполне себе адекватно щелкает ебать дебил два три четыре пять да здесь пятиступка пятое это максимальная передача но дальше все равно лапка вот она вверх дергается как будто там еще что то есть но на самом деле там пустота да очень интересное ощущение от рукоятки газа с вот этим вот фантомным свободным ходом да еще есть такое немножко странное ощущение такого класса мотоцикла обычно обладают очень длинными передачами а здесь видимо в угоду того что двигатель очень слабо крутится передачи довольно короткие и так как вибрации это слабо ощутимо по вибрации довольно сложно понять какое-то количество оборотов а смотреть на тахометр например в городском трафике довольно сложно и очень легко опереться в ограничитель запутаться в передаче а передача приходится щелкать довольно часто то есть нету хорошей тяги во всем диапазоне то есть во всем диапазоне оборотов и и нету но она очень быстро упирается вот квикшифтинг работает прям как на ктм видимо все таки австрийские корни тоже очень тупо работает квикшифтинг тут примерно так же но тем не менее работает приноровиться можно вот эти моторы кстати если мы будем сравнивать новыми f-серии которые восьмисотки двухцилиндровые рядники гораздо надежнее вот эти 800 и мотор это такой шлак господи я не знаю какой упор это и сознание в бмв блядь придумали такую хрень система смазки вот это вот шип который взбалтывает масло это просто пиздец вот я еду сейчас дождь видимо будет я еду мне абсолютно комфортно привык практически сразу и такое ощущение что я бы так проехал еще километров пятьсот вообще не подавившись ни разу ну давайте мы сейчас развернемся поедем обратно очень интересная кстати тема с рукоятками бмвшными они везде вот такие вот но практически везде вот такие вот классические да видимо тросик где-то пережимает смотрите я поворачиваю руль по обороту повышается где-то прижало тросик они вот такие вот классические ребристые и по ним можно абсолютно точно определить возраст и степень эксплуатации мотоцикла потому что блин ну сцепление какое-то не очень внятное два два шевелись плотва не нормально напрехал по поводу кликшифтинге вполне себе отлично переключается для одностволки уж тем более и вот видите с этой стороны протектор четкий вот с этой стороны уже стертый и насколько вот он стертый до какой степени можно определить насколько дрочился мотоцикл это всегда так они не знаю видимо специально делают из такой вот очень очень мягкой резины и он у всех изнашивается ну-ка разгончик да но сто шестьдесят это потолок все вообще не едет много фаров да сто шестьдесят это потолок для шестьсот пятидесяти кубов это не убедительно но от него не требуется никаких сверх динамических характеристик в оперировании в плотном потоке у вас могут быть проблемы если вы до этого катались на мотоциклах с низким центром тяжести то есть совершенно по-другому нужно перекладывать массу потому что здесь центр тяжести очень высокий и это может сыграть с вами злую шутку не то чтобы что-то неприятное или как-то неудобно или тяжело просто по-другому и ты пометая о том как ты это делаешь на мотоциклах с низким центром тяжести можешь ёбнуться просто а так кстати к счастью базы мотоцикла он очень узкий и проедет где угодно вот даже тут наверное бы проехал по рулю в принципе да должен проехать ух вяленько вяленько хотелось бы побольше чуть посочнее бы моторчик но для новичка вполне себе достаточно либо для такого неспешного дальнобойщика по отзывам опять же читал люди жалуются на нехватку мощности в том плане что не хватает оборотистости мотоцикла и обгоны там каких-нибудь фур приходится планировать как на какой-то малолитражке то есть просто ты планируешь обгон выезжаешь начинаешь крутить мотор и он упирается в отсечку тебе надо переключаться короче все это все это все это очень не по мотоциклетному но отклика конечно от ручки газа никакой но зато расход мизерный расход порядка четырех литров на трассе это просто мелочи так на сдачу у этого мотоцикла много конкурентов трансальвы всевозможные и дабы вот обойти всех этих конкурентов BMW бы их обошла если бы реализовали телелевер и паралевер мне кажется а без вот этих вот очень сильно выигрышных позиций BMW очень сильно сдает в частности вот в этом маленьком гусике и Наступный выигрыш выигрыш Приехал. А чё, Митяевич, приехал? Ты чё? Чё? Чё, мимо что ли проезжал? А я тебя видел, ты выезжал. Сейчас, да, и дорасскажу. Ну и вот так вот. В принципе, эта модель, вот, когда подходишь, начинаешь изучать, просто, конечно, пахнет стремлением удешевить, стремлением сделать дешевле. Но это всё сделано для того, чтобы уложиться в ценовую политику конкурентов. Потому что дальше это уже взрослые гусь, и это уже совсем другие цены. Тут, кстати, очень интересная система. Давайте я вам покажу. Здесь мы открываем вот такую вот заглушечку. Оп. И здесь вот такой вот язычок. За язычок. Оп. И открываем сидушку. Вот так вот просто. Всё. И назад. Здесь такое маленькое багажное отделение. Вот так вот, господа и дамы. Так что кому, кто сомневается, куда он дальше пойдёт, в какой из классов, можете смело покупать, осваивать и определяться. Но кто хочет ощутить под собой BMW и понять, как это управлять BMW, он вряд ли тут это ощутит. Потому что здесь от BMW очень мало. Ну вот, в принципе, и всё, господа. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш занимательный канал, если вам это было интересно. Ну а с вами был Bolt. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok